Ваши вопросы по тексту доклада, пожалуйста, пишите в Q&A. Какое-то обсуждение можно в чате делать, но в Q&A докладчику потом будет проще зачитывать эти вопросы. Так, я надеюсь, что видно мою презентацию. Да, видно. Замечательное название. Здравствуйте еще раз. Решил немножко покреативить. Меня зовут Дмитрий, я специалист по интеграции, работаю в компании IBA Group в Минске. Вместе с известным Артемом Ванищенко. И сегодня хочу рассказать вам про XML подписывания, что это такое, где оно используется, какие форматы, типы существуют, и как с этим жить в мире SAP. ПИО интеграции. Так, начнем мы, собственно, с форматов XML подписей. В современном мире существуют, наверное, две такие известные спецификации, которые используются для подписывания тех или иных юридически значимых документов. Это XML-десик или, если полное название, XML Digital Signature. Это основная спецификация, которая была предложена в свое время консорциум W3S. И это, собственно, даже не спецификация, а набор рекомендаций, которые показывают, как нужно создавать XML-подпись, как нужно ее представлять и как в дальнейшем ее обрабатывать. Под обработкой понимается, как эту подпись верифицировать. То есть, как понять, что подписанный документ принадлежит именно тому человеку, который его подписал, как и не был изменен, не был подделан во время передачи этого документа от точки отправки к точке получения. И второй, более современный, можно сказать, формат XADOS, это, по сути, это расширение или даже набор расширений для базового формата XML-десик. То есть, забегая вперед, скажу, что структура та же, просто мы эту структуру расширяем дополнительными атрибутами. Эти атрибуты, так же забегая вперед, скажу, называются квалификационные атрибуты, которые могут быть так же, как подписанными, так и неподписанными. И вот этот XADOS формат, он еще называется расширенной XML-подписью, расширенной электронной подписью, и это означает то, что эта подпись, она имеет некую юридическую силу. И, ну, какую именно юридическую силу, я расскажу немножко позже, и кто регламентирует это. И сам расширенный формат означает, что сама подпись однозначно связана с лицом, подписавшим этот электронный документ. Эта подпись может однозначно идентифицировать подписавшее лицо, и так же только подписавший человек имеет контроль над данными, которые используются для создания этой электронной подписи. Ну, и так же, вот статус расширенной подписи однозначно показывает, что если данные были изменены, которые прикреплены к этой подписи, это будет сразу понятно. Так, ну, начнем с базы, с самого XML-дсиг формата, какие его особенности. Не знаю, может, многие это уже знают, но все равно не лишним будет рассказать. Главная особенность в том, что подписывать мы можем не только весь XML-документ целиком, а также его какую-то конкретную часть, его отдельный узел или ноду-ноду. И, например, в случае каких-то двухсторонних договоров мы имеем, допустим, электронный договор, две стороны подписания, покупатель и продавец. И вот это идет к тому, что различные узлы могут быть подписаны разными подписантами. И этот формат как раз-таки позволяет это сделать. И также можно классифицировать вот этот базовый XML-дсиг формат по типам, в том смысле, по как подпись относится, на каком уровне находится подпись по отношению к подписанному объекту XML, по отношению к подписанному узлу. И также еще одна особенность, что подпись может содержать уникальный идентификатор URI подписанного объекта. Ну и в таком случае это будет уже называться детальщик подпись, как один из типов. И вот здесь собраны три основных типа подписей, то есть вне зависимости от того, это XML-дсиг или XADES. Это просто способ структурирования внутри XML-элемента, способ включения подписи в подписываемый XML-ресурс. То есть имеем мы три типа. Когда XML-подпись находится внутри подписанного узла, это называется тип envelope, то есть вложенная подпись. Когда подпись – это внутренняя часть электронного документа. Также есть, наоборот, охватывающая подпись или охватывающая, как это перевести? Я навел кем по-русски. Когда подписываемый узел находится внутри, или подписываемый объект находится внутри структуры XML-подписи. И также detached или отдельная обособленная XML-подпись – это когда в рамках какого-то транспортного, вернее, не транспортного протокола, какого-то протокола верхнего уровня, например, swap, мы подпись закрепляем на хедер уровне, но в то же время подписываем документ, находящийся в теле нашего swap-сообщения. То есть мы подписываем боди и в хедер вставляем ссылку на наше боди и, собственно, саму подпись, структуру XML-подписи. То есть три основных типа подписи, вне зависимости от того, каким форматом мы ей пользуемся. Так, ну, здесь на слайде, собственно, это то, что я сказал, как это более понятно-понятно видим. И, ну, вот, я уже сказал, что на примере swap-сообщения, как выглядит структура электронной XML-подписи, то есть есть хедер в боди и сама структура XML-подписи, она тоже многоуровневая и состоит из нескольких важных блоков. То есть мы имеем корневой верхнеуровневый блок Signature, в ней SignedInfo, который содержит, во-первых, референсы, это ссылки на подписываемые объекты, их может быть множество, либо весь документ целиком, либо какие-то наборы конкретных узлов. Также здесь может быть включен XML-элемент, который показывает, какие трансформации мы производим с этим набором узлов перед его подписанием. Потому что иногда необходимо не просто подписать документ, а преобразовать его к нормализованному виду. И в рамках XML-подписывания это называется каноникализация сообщения перед созданием его хэша. И вот в этом блоке как раз такая трансформация и предусматривается. То есть при необходимости вы всегда можете трансформировать XML-сообщение перед подписью. Далее мы знаем объекты для подписания и знаем криптографические алгоритмы, которые также в этом блоке указываются. И алгоритмы хэширования, на основе которых создается вот этот далее блок Digist Value. Блок Signature Value, это собственно сама подпись в закодированном виде. И также блок K-инфо, который содержит, ну если мы говорим о базовой структуре, о базовой спецификации XML-дсик, то K-инфо содержит ссылку на, ну или можно включать и сам открытый ключ сертификата в кодировке B64. То есть информацию о том, как проверяющая сторона, как она будет верифицировать нашу подпись. Немного о текущих, существующих реализациях XML-дсик. Как я уже сказал, XML-дсик это только набор спецификаций, вернее даже набор рекомендаций для создания XML-синтаксиса подписи и его обработки. Но также для практической работы нам нужно использовать какие-то реализации, чтобы изобретать велосипед. И вот очень давно, ну относительно давно был в стандартной Java, Java Standard Edition, начиная с шестой версии. То есть был реализован следующий Java Specification Request под номером 105, где, собственно, реализовали API для создания XML-подписей на уровне стандартной Java-машины. Вот стандартного вендора. И также существует проект от Apache, называемый Sanctuario, который же жив до сих пор. И, вероятно, развивается. Который можно использовать, если мы, вернее, даже его стоит использовать, если мы имеем дело с какими-то большими, с объемными документами. То есть этот проект позволяет, имеет стриминг API. Ну и как вот видно из описания этого проекта, используют меньше памяти для, чем, если бы мы использовали объектную модель дом при построении XML-дерева. И данные. Ну, для повседневных практических задач, для работы с большинством электронных документов на проектах хватало использования стандартной реализации JSR 105 провайдеров в стандартной JDK, начиная с версии 1.6. Сейчас мы поговорим про XADOS, что есть, что такое XADOS, и почему оно было придумано, чего не хватало в обычном базовом формате. XADOS расшифровывается как XML-Advanced Electronic Signature, то есть это продвинутая, продвинутая подпись, а точнее это расширенная цифровая подпись. И под расширением, если XML-десик является некой общей структурой для создания цифровой подписи документов, то XADOS задает конкретные профили XML-десик формата и делает его совместимым с европейским регламентом EIDAS. Данный европейский регламент, он был создан достаточно давно, и он, собственно, регламентирует, создает правила для электронной идентификации для всех электронных транзакций, которые существуют на внутреннем рынке Европейского Союза. И, собственно, разработан он был для того, чтобы подписи, которые мы создаем для наших документов, были действительно в течение долгого времени, чтобы мы могли, даже спустя многие годы, когда там, допустим, документы лежат в каком-то архиве, мы могли удостовериться, что на момент подписания XADOS-подписи также имеют свойство хранить отметку времени, особенно отдельный его профиль XADOS-T, по которой, ну, как одна из степени защиты, этот штамп времени, и что позволяет оставаться вот этой подписи действительно в течение долгого времени. Ну и вот в соответствии с этим Европейским регламентом, который вступил в силу с 2014 года, вот электронная подпись, XADOS-подпись имеет ту же самую юридическую силу, что и, собственно, наручная подпись. Хотя, если вот некие там электронные документы рассматриваются в судах, то суды, ну, требуют еще некие дополнительные гарантии, чтобы там, например, электронная подпись создавалась с сертифицированными зашифрованными устройствами, то есть не неким open-source продуктами, а с использованием с сертифицированных устройств. И, ну, как я уже сказал, что XADOS, XADOS это точный профиль XML-дсига, и вот, что такое профиль, это, ну, говоря простыми словами, это степень защиты вашего электронного документа. То есть степень защиты определяется используя XADOS-профилем. И какие существуют XADOS-профили? Ну, должен сказать, что вот, несмотря на этот европейские директивы, на европейский регламент, есть еще такая организация ETSI, это европейский институт телекоммуникационных стандартов, и вот она, кажется, в 2016 году выпустила финальный проект, описывающий XADOS-формат, как единый европейский стандарт для подписывания. Ну, и в этом документе вот эти профили, они, ну, они были опущены. То есть они скорее условные, но они четко разделяют те вот наличия тех или иных квалификационных атрибутов, которые участвуют в создании подписи. Поэтому их используют во всех фреймворках для, ну, хотя бы для понимания того, что и как мы подписываем. И основной профиль это базовый Basic Electronic Signature. Это базовая форма, которая просто удовлетворяет основным юридическим требованиям вот этой европейской директивы для расширенной подписи. Следующий формат XADES EPOS Splissed Policy Electronic Signature это это ну, здесь все профили собраны по порядке возрастания степени защиты. и EPOS это небольшая надстройка над базовым профилем, которая включает в себя элемент политики. Политики ну, не совсем точно подобрал, набор правил политики, как данная подпись должна создаваться и как она должна верифицироваться получателем документа. Документа следующий формат это XADST подпись XADES подпись с отметкой времени, со штампом времени. Ну, чем отличается этот формат от, например, от базового, потому что базовый мы тоже также можем ставить отметку времени, но эта отметка времени вставляется именно в подписанные атрибуты. То есть, если мы не подпишем атрибут отметки времени, то его также можно подделать. Ну, в случае XML-десигов взломать подпись и сгенерировать свою это относительно несложная задача, так как можно имея, например, envelope вложенную подпись, можно поверх нее сгенерировать envelope обхватывающую подпись и убрать эту вложенную и перегенерировать все отметки времени. То есть, отметка времени в случае XADES обязательно подписывается. Ну, а в случае профиля XADES TS вот эта отметка времени вставляется в неподписанные атрибуты. Неподписанные коллекционные атрибуты и сама отметка времени получается преобращение к авторизованному источнику времени, то есть к TSA Time Step Authority, который также присылает вот эту отметку времени можно сказать даже в ровном виде, которую и эту отметку уже труднее поделать. следующий профиль полный XADES Complete он этот профиль еще более расширяет базовую структуру и добавляет дополнительные референсы ссылки на так называемые данные проверки. Под данными проверками подразумевается вся цепочка сертификатов и также списки отзывов сертификатов относящихся к тому или иному времени. Как вы знаете, сам сертификат не может существовать сам по себе, то есть к нему должно быть какое-то доверие и вот это доверие выстраивается путем доверительной цепочки сертификатов, начиная от пользовательского сертификата и заканчивая интермидиат и корневым сертификатом, которые выпускаются авторизованными центрами сертификациями. Ну и также в случае компрометации в какой-то момент времени сертификат, любой сертификат, даже включая ну и теоретически интермидиат и корневой может быть отозван. Следующие три профиля как САДОС расширенный, расширенный долгосрочный, архивный, используется ну наверное в исключительных случаях, когда нужна вот реально надежная защита своих данных в случае их долгосрочного хранения и расширенный профиль для вот это это по сути полный профиль, но с дополнительными еще отметками времени для для вот этих вышеназванных цепочек сертификатов и список отзывов. Но вот эти цепочки сертификатов, ну их не обязательно хранить в самой XML структуре списков отзывов, то есть расширенный просто вставляет ссылки на некие внешние источники, где хранятся эти цепочки, где их можно проверить, то есть это может быть как локальное хранилище корневых сертификатов, также и удаленные, ну и аналогично для списков отзывов сертификатов. И вот следующий формат XADES XL уже звучит так солидно, расширенный долгосрочный, он уже включает в себя не просто ссылки на внешние источники этих цепочек сертификатов, а вот именно вот для такого, для долгосрочного хранения он все сертификаты записывает в XML структуру и также все списки отзывов с проставлением отметок времени, когда эти цепочки были созданы и когда некоторые другие сертификаты были отозваны. Ну и последний XADES XL архивный, это здесь добавляется возможность периодически проставлять отметки, дополнительные отметки времени, например, когда документ заархивирован и вот для предотвращения компрометации данных, ну, как, не знаю, вызванных какой-то, например, там изменился, не изменился, например, как у некий криптографический алгоритм, который использовался в данной подписи, был ослаблен каким-то образом и вот эти отметки времени, которые можно, вот этот профиль позволяет проставлять, например, ежегодно, он дает еще одну степень защиты от возможных, допустим, взломов криптографических алгоритмов, что, ну, конечно, редко такое бывает, но оно бывает. Ну, и здесь показан образец XADES структуры, XML-структуры, то есть все, что до стрелочки, это, собственно, базовый XML-дсик, то есть мы видим верхнеуровной блок signature, sign-at-info, здесь, вот, как я говорил, есть референсы на подписываемые объекты, трансформации, производимые с XML-узлами, то есть под трансформацией мы используем просто, часто используется просто X-pass-условия, как мы преобразуем документ, потому что часто XML-документ содержит многососторонних данных, которые не критичны для подписи, указаны методы хеширования, SHA-256, собственно, сам хеш, и ну и далее также информация ключей здесь, да, вот она здесь в самом конце, и сама подпись это содержится в блоке signature value. Ну и в чем отличие к SADES от базового формата XML-дсик, это то, что в случае обхватывающей envelope-подписи, XML-дсик позволяет ну со своим синтаксисом, со своей структурой включать объект подписания вот под этим тегом object, ну а в случае SADES, это тег используется для описания вот этих квалификационных свойств или атрибутов, которые участвуют при создании подписи, то есть атрибуты могут быть как подписанные sign of properties, так и неподписанные, например, неподписанные отметки времени, полученные от timestamp authority. И провел небольшое исследование, что есть, какие из реализаций существуют в текущий момент для SADES формата, ну здесь собраны только open-source проекты, самые, наверное, самые толковые, которые были проверены годами и до сих пор поддерживают со своими авторами, ну со своими достоинствами и недостатками. Но также помимо вот этих трех фреймворков, сейчас я немножко расскажу про каждый, есть еще и коммерческие проекты, ну мы их не рассматриваем. Ну вот начнем, например, с Jigsades, это наверное самая легковесная библиотека из всех и на данный момент еще пару лет назад она не поддерживала даже верификацию подписи, автор это исправил, но до сих пор я не нашел как логики валидации вот этих цепочек сертификаций, но наверное для простых задач эта библиотека очень удобная, так как она поддерживает вот три основных профилей XADES, базовый, EPS и XADES с отметкой времени, поэтому для каких-то вот если у заказчика нет особых требований к XADES профиле вполне возможно использовать этот фреймворк. Ну и вот еще один open-source фреймворк XADES 4G очень-очень хороший устойчивый проект, который до сих пор поддерживается автором, был создан как, ну начинался как дипломный проект данного автора и он относительно прост применения вот собственно я в своей разработке вот в основном и пользуюсь так как он имеет мало зависимостей в своем билде прост применения ну и он открыт для изменений, то есть можно взять исходный код на гидкабе и спокойного вида изменять. и также вот есть такой более известный на европейском рынке проект, который используется многими государственными организациями и также различными правительственными учреждениями, например, различными таможенными, банками, это вот Digital Signature сервис фреймворк это проект европейского фонда СЕФ, но тоже попробовал его использовать, у него относительно сложная реализация, ну относительно сложная это по сравнению с совершенно названными фреймворками, так как логика абстракции слегка запутана куча зависимостей в проекте, но нужно отметить, что вот этот DSS фреймворк поддерживает вот этот расширенный долгосрочный формат хранения подписей XADES и Excel, но в то же время XADES уже не поддерживает вот этот три последних профиля, но имеет возможность, ну так как это open source, имеет возможность расширять и вводить свои профили. Так, что же у нас происходит, так как все мы работаем с SAP PIO интеграцией, с облачной интеграцией, что же творится в мире SAP? Ну на данный момент земной SAP SAP IPO не имеет никаких стандартных способов подписывания, то есть нет каких-то стандартных SAP адаптер модулей или какого-то B2B контента, который позволял бы подписывать XML сообщения именно вот в формате XML-DSEE к XADES, но хорошая новость то, что облачная платформа сейчас активно развивается и вот с недавнего времени появилась поддержка не просто XML-DSEE, а именно XADES профилей. Ну в частности есть поддержка XADES базового профиля и XADES explicit policy профиля. Ну также есть набор ограничений, который описан вот в этом документе. возможно для каких-то заказчиков там вот этот список ограничений будет каким-то камнем предкновениям, что нельзя будет использовать. то есть в каждом случае надо смотреть. Так, но если вот откроем этот документ, список ограничений ну немаленький, но он в то же время некритичный. То есть открыто написано, что вот developers guide последний, SAP CPI, ну открыто говорится, что поддерживается например вот этот профиль с отметкой времени и по XADES профиль, полный профиль. ну и также ограничения по вот например по неподписанным квалификационным атрибутам. То есть это говорит о том, что нельзя например пользоваться авторизованным сервисом времени для создания отметок времени. Но как по мне это очень хорошая новость, что по крайней мере вот на уровне обычных интеграций мы можем использовать базовый профиль, что вот например для многих там правительственных учреждений либо для некоторых операторов электронного документа оборотов уже достаточно. чтобы соответствовать этому европейскому регламенту об электронных подписях. Так, ну и покажу, к сожалению не смогу вам показать как ну практическую часть по SAP CPI как как она работает. Ну вот здесь у меня есть пару скриншотов из дизайн tool SAP CPI то есть мы видим что какие профили поддерживаются и извиняюсь и какие ну грубо говоря есть возможности в облачной платформе SAP то есть функциональность достаточно богатая даже с первого взгляда по сравнению с наземным с SAP и ну как мы видим помимо бинарных подписей компания сам добавила подписывание XML документов что весьма и весьма хорошо и ну покажу небольшую практическую часть на базе фреймворка XADOS 4G был написан адаптер модуль ну то что не реализовано стандартными средствами в SAP API можно реализовать на базе Java application сервера то есть мы можем писать адаптер модули Java маппинги user-defined функции используя по сути любой внешний фреймворк ну со своими нюансами конечно но в принципе все это работает на интеграцион ножене SAP и что ну хочется отметить в этой разработке модуля то что есть возможность использования внутреннего хранилища ключей xml подпись требует при подписывании требует стандартный профиль x509 для для работы с сертификатами и приватными ключами извини дима а ты нам монитор показываешь вот сейчас мы презентацию видим это тот монитор с презентацией или у тебя по модулю какой-то другой еще кусочек да 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 наверное вернись недавно несколько минут назад пожалуйста так что вы сейчас видите я наверное расшариваю сейчас презентацию мы видим а понятно хорошо это мне надо в зуме так расшариваю экран так сейчас отлично сейчас девелопер студия хорошо на твердил а про студия версии 7.5 и ну был реализован адаптер модуль для для одного из заказчиков конкретно для таможенных документов оборота было требование использовать XADES подписывания с базовым профилем то есть какой-то момент времени данном процессе использовался стандартный XML формат и вот в текущем году было решено перейти вот именно на XADES базовый профиль так сейчас одну секунду так вот что я хотел показать не знаю может многие это знают но вот есть возможность работать с ключами которые были импортированы в NetVir и Key Storage напрямую то есть вот используя такой KeyStore Manager и передавая специальный Permission Mode System Level с с такой строкой ресурс адаптера мы можем получить доступ к ключам и сертификатам которые хранятся в защищенном хранилище SAP NetVir SAP NetVir платформы и использовать их для ну кроме как использования в стандартных SAP используют для подписывания наших в том числе xml сообщений так создал я небольшой тестовый пример какой-то небольшой invoice счет фактура с номером и сейчас мы прогоним это сообщение через адаптер модуль так один момент « « « « « « Так, создался. Ну, то есть, самый простой сценарий, file-to-file, с использованием адаптер-модуля, который был построен на базе вот этого open-source framework XADES for 4G, for Java. И откроем нашу подпись и посмотрим, как она выглядит. Был использован базовый профиль. Мы имеем стандартную структуру XML-дсига. То есть, метод каникализации, алгоритм, потом алгоритм подписывания, RCA-2.56, список референсов, что мы подписываем. Ну, в данном случае мы подписываем весь, целиком наш МВС. То есть, алгоритмы трансформации, ну, здесь по дефолту стоит ссылка на дефолтный, то есть, этот алгоритм учитывает, просто убирает, ну, переводит XML в нормализованный вид, убирает пробелы в тегах, убирает индентацию и и также сохраняет комментарии. Получен хэш нашего XML-документа с помощью алгоритма SHA-2.56. И далее этот хэш был подписан нашим приватным ключом, который вытянут из API-нетверки хранилища ключей. То есть, вот это зашифрованное значение подписи. Далее приотачен X509 сертификат, который вытягивается из того же самого хранилища. Ну, и далее это основные данные для проверки. То есть, как известно, в системах с асимметричным шифрованием подписыванием. То есть, мы подписываем сообщение приватным ключом, а расшифровываем открытым ключом, не публичным. Который хранится как раз-таки в публичном сертификате в формате X509. То есть, вот эти данные используются для дальнейшей верификации нашей подписи. И далее мы видим элемент Object. Это как раз-таки то, что относится к САДЭС формату, к расширенному формату подписи. То есть, набор квалификационных атрибутов, что дополнительно было подписано. Была подписана дополнительная отметка времени. Ну, и как мы понимаем, эта отметка сгенерирована просто системной службой. Поэтому она также подписывается наряду с основным приводом. И подписывается сам подписывающий сертификат. И также указывается серийный номер того учреждения, кто выпускает этот сертификат. Где мы можем, собственно, проверить валидность и достоверность сертификата. Ну, тут для простоты в базовом профиле не включаются вся цепочка сертификатов. Хотя возможность тоже имеется. То есть, это там вопрос одного параметра. То есть, по-хорошему нужно подписывать на нее не только пользоваться сертификатом, а всю цепочку. Ну, и включать ее также в XML структуру. Ну, в том числе для более удобной верификации нашей XML-подписи на получающей стороне. Ну, как мы видим, ничего сложного. В XML-подписывание электронных документов ничего сложного нет. Главное понять структуру, где и зачем она используется, и какие форматы и типы профилей существуют. Так, ну, так и закончил я, наверное, раньше даже запланированного. Поэтому, ну, жду ваших вопросов, если так и вы имеются. А, вопросы мне нужно смотреть. Так, хорошо, вижу вопрос. Вопросы в Q&A ты должен видеть, плюс еще некоторые вопросы в чате. Вот сейчас появился вопрос, и ты его, скорее всего, должен видеть. Хорошо, есть ли возможность в Java-библиотеке, с примера, использовать сторонний криптопровайдер, например, для генерации господписи? Да, такая возможность есть. То есть, ну, вот в моем примере здесь используются европейские криптопровайдеры, то есть вот с европейскими криптографическими алгоритмами, это вот SHA-256, RSA-256. Ну, также есть возможность использовать и российские криптопровайдеры. вполне спокойно можно в фабрику при создании подписи, в фабрику создания сигнашери алгоритма передать именно в господский криптопровайдер конкретный. То есть, наверное, любой из перечисленных криптопровайдеров позволяет это сделать. То есть эти криптопровайдеры отличаются какой-то гибкостью. Любой алгоритм хеширования, любой криптографический криптопровайдер может использоваться, но без всяких коренчений. Так, ну, надеюсь, я ответил. Так, еще где вопросы в чате? Еще в чате, да. Вот Андрей Бородина, а потом я еще там писал. Ну, я могу прокомментировать, если что. Так, так, сейчас разберусь, где этот чат найти. Да, тут в зуме это не так легко. Я могу зачитать, если не удается найти. Ну да, Илья, зачитай, если несложно. Вопрос от Андрея Бородина. Как реализуется подпись в случае гостовых ключей? А, ну, тут это ты уже ответил. И второе у меня вот здесь вот по вот этому XML, который сейчас на экране, тут не виден XPath с извлечением этого док-нама. Это почему? У нас потому, что envelope это подпись или как-то по-другому? То есть у нас был исходный XML, в котором был только invoice и док-нам. Затем этот XML прошел через адаптерный модуль. И вот на какой-то странице в презентации там была картинка, что есть XPath выражение, когда мы выбираем какой-то там только не... Ну, not ancestor or self, кажется, и что-то еще похожее. И вот здесь вот этого XPath не видно, да? Ну, да. На самом деле тот XPath не обязательно, потому что он выбирает, собственно, всю... Для подписи используется весь XML-пилот, вся XML-структура. Ну, и здесь в данном случае вот этот envelope-санвичер, если нет никаких других трансформаций явных, то это подразумевается, что по дефолту используется... Мы берем всю XML, весь XML-контент, чтобы генерировать подпись. Ну, это получается и атрибуты пойдут, и декларации namespace'ов, или только значение док-нам, а не имя атрибута док-нам? Да, пойдет абсолютно все. То есть все теги после алгоритма каноникализации, то есть когда XML-документ будет приведен к нормализованному виду, будут убраны все лишние пробелы, то есть все, что останется, все пойдет в хэш. И при этом теги будут от регистра зависимые, то есть док-нам с маленьких букв, и с больших будут разными, да? Да, да, это все влияет на подпись. Даже если... Вот данный документ вставить куда угодно, любой пробел, любой какой-то сторонний знак, уже подпись будет недействительной. Если мы запустим процедуру валидации, подпись однозначно будет недействительной. То есть конкретные элементы... Ну, валидация, она проходит несколько шагов, то есть сначала валидируется синтакс XML-подписи, и потом каждый конкретный элемент высчитывается хэш. И, ну, просто не совпадут... Первая ошибка будет то, что не совпадут хэши. А вот эти алгоритмы каниканализации, их несколько, их можно как-то выбирать, что, допустим, я хочу только элементы и их значения, а не атрибуты. Такой какой-то выбор есть или нет? У меня подозрение, что есть. Я точно именно в алгоритмах каниканализации так детально не вникал. Но, мне кажется, есть. То есть в основном они... Вот эти алгоритмы, они приводят к символету именно к нормализованному виду, чтобы убрать лишние символы. И, например, ну, если мы хотим оставить какие-то человеческие комментарии к XML-структуре. А вот там внизу DS-обжекта, внутри него где-то подписанное время. Можно по какому-то вот XODES профилю увидеть? Вот это Sign-in-Time, это время такое... Ну, оно время, но оно уже не подписанное. То есть никто не говорит, не подтвердит, что именно в это время подписали. Вот в данном случае, да? Вот это вот время, вот эта отметка времени, оно используется при хэшировании. То есть не только контент, вот этот док-нам был использован, ну, и вообще вся структура, но и плюс все вот эти вот атрибуты, они были использованы при создании подписи. Поэтому если мы здесь изменим хотя бы одну секунду, то подпись уже будет считаться недействительной. Ну, вернее, она не пройдет валидацию. То есть XODES, он обязательно использует время при подписи, да? Ну да, по крайней мере, вот базовый профиль, вот отметка времени проставляется, да, всегда. А есть какие-то тулзы, которыми, вот которыми можно этой тулзе скормить этот XML, не в PI, а просто, чтобы увидеть, валить на этот документ или нет, там какие-то куски из него увидеть, чтобы в разработке как-то не писать. Да, есть. Так, если мы, например, перейдем на сайт вот этого Европейского фонда, у них есть тестовое приложение. Так, у их Морка есть приложение. Так, сейчас найдем. Ну, по крайней мере, я им пользовался. Он, конечно, полную верификацию мы пройти не сможем, так как тут нужна, ну, полная цепочка сертификатов, то есть вот этот сертификат PASS. Так, валидейт сам еще. Так, так. А зачем ему оригинальные файлы нужны? Да, на самом деле оригинальный не нужен, но здесь его можно для чего-то вставить, для какой-то дополнительной проверки. Ну, на самом деле, да, для проверки подписи нужен только... Подписанный. Да, самоподписанный документ. Так, sign it. На самом деле, вот когда мы открываем документы в том же браузере, либо в каком-то эдиторе, это уже может как-то повредить контент подписи, и уже подпись может считаться спорченной. Ну, сейчас проверим. Так, как может... Так, ну, сейчас вот я бы сказал, что все хорошо. То есть статус валидации подписи, он indeterminate, но это, по крайней мере, не красный статус. Здесь есть detailed report. Что прошло, что... Какие проверки прошли, вот здесь есть целый репорт. То есть мы видим, что формат корректный, подписывающий сертификат, все корректный, все... Валидация контекстно прошла успешно, криптографические сертификации прошли, но не прошло. Вот единственный последний шаг, то, что вот данный сервис не имеет полной цепочки сертификата, который был использован при подписи. То есть это самоподписанный сертификат какой-то, да? Ну да, там... Тестовый самоподписанный сертификат и приватный ключ, который... Да, собственно, без некой цепочки. Интересно очень, да. А сколько времени вообще заняла разработка этой задачи? То есть с тех пор, как поступило пожелание заказчика и до... Это как-то в продуктиве сейчас или пока? Да, это сейчас в продуктиве. То есть используется для реального таможенного процесса. То есть сейчас вот все декларации, которые поступают на одну из европейских таможен, они подписываются использованием ксадос базового профиля. И, ну, разработка заняла... Ну, если говорить вот сугубо сама разработка с использованием ксадосов уже профиля, она заняла неделю, еще неделю тест. И, ну, больше времени было потрачено на исследование вот именно тех решений и фреймворков, которые существуют на рынке. Ну, вернее, на рынке в открытом доступе. То есть вот... Что, допустим, вот я вначале пытался работать с децет-фреймворком, но не смог побороть вот это гигантское количество зависимости от сторонних библиотек. И все это бы пришлось тянуть в SAP. То есть получился бы очень, во-первых, тяжелый адаптер-модуль, во-вторых, сложно разруливать некоторые зависимости при наличии некоторых библиотек уже в класс-пассах Java Precation Server саппорского, с API-ного. Ну, вот и ксадосов уже, наверное, вот мой выбор, который до сих пор поддерживается автором и который можно менять в зависимости от каких-то специфических требований заказчика. Потому что, например, вот при генерации вот базового профиля ксадос все ID генерируются динамически, то есть это стандартные Java GUID-ы, вот эти вот, которые используются в URI. И, то есть, видимо, референс URI вот используют сгенерированный GUID и референс ID тоже сгенерирован модулем. И также вот коллекционные проприорти тоже содержат такие же GUID-ы. Ну и вот из опыта знаю, что почему-то многие правительственные учреждения не переваривают такие вот динамические GUID-ы, им надо некие статические значения. Ну и вот есть возможность в open-source framework то есть залезть на более базовый уровень создания этих ксадос-расширений и сгенерировать тот ID, тот GUID, который нужен, исходя из требований заказчика. А вопрос тогда по тестированию. Как долго вы тестировали, вот там ты сказал, что неделю примерно на тест ушло. То есть та таможня или то учреждение, которое проверяло эти подписанные XML-ки, какого рода ошибки выявлялись? Ну, ошибки выявляются сразу в процессе валидации. То есть когда получатель, вот там уже получает документы, ну вот единственный способ проверить валидность, это вот запустить процесс верификации по тем шагам, которые вот были обозначены в репорте. То есть проверить сам формат, проверить по подписывающую сторону. Я немножко поясню вопрос. То есть таможня вот в этому веб-форму она верила или нет? То есть если вот здесь было все зеленое, а таможня говорила, нет, нам такое не устраивает. Это вот в части идентификаторов, да, я так понял? Да, вот, например, в части идентификаторов устраивало то, что вот они генерируются динамически. Пришлось изменять на просто на статические значения. А так в целом их вот этот вот же отчет устраивал, да, наверное? Да. То есть сейчас это работает продуктивнее, в принципе. Ну, я имею в виду вот эту вот веб-форму проверки, они тоже примерно на нее же и ориентируются, видимо, да? Да, они вот для валидации, я точно знаю, что они использовали как раз вот этот DSS-фреймворк, то есть у них в их внутренних системах используется именно вот этот фреймворк для проверки. Ну и поэтому я тоже вот свою локальную валидацию делал вот именно здесь. Хотя сама подпись генерирована, вот, как вы заметили, совершенно сторонним фреймворком, как с ADS-4G. А можно еще в коде посмотреть 286-ю строчку, где там сэмпл адаптер? Я вот 286 не совсем понял, этот сэмпл адаптер, это что и для чего? Это вот твой модуль или что? Нет-нет, это ресурс адаптер, это для доступа к SAP-кейстору. То есть в Netweaver администраторе, он там есть в ресурс-адаптерах, и он задеплоен, получается, в каждом Netweaver? Да, как это так? Я не вникал, конечно, в детали, как оно это работает. Этот код... Я просто из K-store никогда ничего не брал из Netweaver, только из CPI, поэтому у меня глаз сюда споткнулся. Ага, ну, понятно, да. Так, ребята, еще вопросы. Может, кого-то размьютить, чтобы голосом хотели задать вопрос? Тогда пишите в Q&A, кого размьютите, я попробую. Ну, видимо, вопросы пока все. Дмитрий, а ты эти... Код какой-то можешь выложить, или это невозможно? В принципе, могу. Я, конечно, еще спрошу заказчика, имели я там юридическое право, но мне кажется, могу, так как это все открытые разработки. Ну, и мне кажется, народу было бы интересно презентацию саму посмотреть, чтобы не только по-записи исключать. Да, видео я со своей стороны обещаю, что будет выложено на YouTube, в саповский канал официальный. Ну, и если вопросы по этой теме закончились, Дмитрий, спасибо за презентацию, было очень интересно. Я, как человек, совсем не в теме, хотя бы понял какие-то термины для начала и посмотрел, как это вживую выглядит. Спасибо тебе большое. Да, спасибо за внимание. Тогда мы встретимся через 19 минут, чтобы не сбивать настройки по времени тех, кто заранее запланировал.